О полном закрытии учреждений и предприятий в Югре никто не говорит. И все меры носят профилактический характер. Уменьшить число контактов между людьми. Прежде всего это коснулось учреждений культуры. Концерты отменили, занятия остановили. Как теперь будут работать те, кому зритель нужен, разбирался Сергей Коробков. Музыка в пустом зале и одинокий артист на сцене. К сожалению, при отсутствии концертов это обычная ситуация в концертно-театральном центре. Репетиции очень редко проходят при зрителях, ничего необычного в этом нет. Большое количество времени мы и так проводим в заперти, скажем так. Мы репетируем и готовим какие-то новые программы. Мы учим новые произведения, повторяем какой-то свой прежний репертуар. Концертно-театральный центр Югроклассик – тот случай, когда профилактические мероприятия существенных изменений в работу не вносят. Да, зрителей в залах теперь нет. Зато открывается возможность увеличить аудиторию концертов за счет онлайн-трансляций. Тем более, что такой опыт уже есть. Надо лишь скорректировать программу на меньшее количество выступающих. А главное, что смена формата работы не отразится на сотрудниках. Никаких вынужденных изменений графиков отпусков и отправлений сотрудников в свободное время. Необходимости в этом нет абсолютно. Поэтому пока что все сотрудники работают по графику. В досуговом центре «Октябрь» ситуация несколько иная. Там приостановлена работа кружков. Однако вход в здание остается свободным. Продолжает работу кафе. На входе все желающие могут обработать руки дезраствором. У сотрудников измеряют температуру. Дополнительно обрабатывают все поверхности. Народу стало меньше, но не работают у сотрудников. Во всю идет подготовка к майским праздникам. Пока не отмененным. Там большой комплекс мероприятий. И режиссеры сейчас прорабатывают сценарии. И артисты репетируют. Один из главных страхов людей сейчас – это угроза прекращения работы. Возможные варианты – больничный или оплачиваемый отпуск. Но пока это крайние меры. Их не применяют. Сергей Крапов, Леонид Чемляков, телекомпания «Югра».